МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кишиневе не прекращаются акции протеста. Демонстранты требуют отставки президента, правительства и других высокопоставленных чиновников. Кроме того, собравшиеся в центре Кишинева требуют наказать виновных в исчезновении из банков страны миллиарда долларов. Антиправительственные акции, которые начались 6 сентября, стали самыми массовыми в Молдаве с начала 90-х годов. Протестующие в Кишиневе обещают стоять до победного конца. На главной площади города в воскресенье появился палаточный городок. Тут под Верховным советом Молдовы остались ночевать несколько сотен активистов. Мы хотим быть в Европе. Мы хотим, чтобы наши дети росли дома, чтобы родители могли их воспитывать. Мы хотим отделаться от бандитов и воров и стать цивилизованной страной. Протесты начали с самого громкого коррупционного скандала последних лет. Год назад стало известно. Из банков страны исчез миллиард долларов США. Позже его след привел к офшорам молдавских и российских олигархов. Сначала на демонстрациях требовали уволить главу Национального банка и отдать под суд провинившихся чиновников. Через год протестующие согласны уже только на отставку президента и перевыборы. Республика Молдова в прошлом году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И поведение наших властей находится в разительном контрасте, в разительном противоречии с ожиданиями общества, равно как и с положением соглашения об ассоциации, которое предусматривает консолидацию правового государства, а не его узурпацию. Ещё год тому Молдова считалась образцовым членом программы Восточного партнёрства ЕС. В отличие от Украины, Грузии, Белоруссии, Армении или Азербайджана, она с опережением выполняла принятые обязательства. И даже первой добилась безвизового режима с Евросоюзом. Однако последний год Молдова переживает политическую и экономическую нестабильность. Увеличилось и напряжение из-за украинского кризиса. Регион уже в течение некоторого времени, как на пороховой бочке. Факторы риска – это и Приднестровье, и расширение войны на Донбассе, и присоединение Крыма. Регион страдает от постоянного давления. Длительная политическая нестабильность в Молдове ухудшит общую ситуацию. Конечно, многое будет зависеть от того, как отреагирует Россия. Если появятся признаки участия Москвы, это станет ещё одним шагом навстречу глобальной катастрофе в регионе. Протесты в Кишинёве начались ещё в апреле. За пять месяцев они превратили в самые массовые с начала 90-х годов. Президент страны заявляет, что готов к диалогу. Но прежде намерен выяснить, какие истребования протестующих легитимны, а какие нет. В конце мая этого года пост главы Одесской области занял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Придя к власти, ставший опальным у себя на родине политик, сразу заявил о начале беспощадной борьбы с коррупцией, сокращением раздутого аппарата областной госадминистрации и многих других начинаниях. Что из этого удалось реализовать? Мои коллеги подвели итог первой стадневки Михаила Саакашвили на посту украинского губернатора. Урс Швингер служил в Бундесвере, а когда ушёл по выслуге лет, приехал в Одессу и основал тут IT-компанию. За семь лет, пока он здесь, в Киеве сменилось три президента. Но, по словам немца, для бизнеса условия оставались всё те же – нескончаемые проверки и бумажная волокита. Но приход нового губернатора Михаила Саакашвили вселил надежду на изменения. В начале соотношение скептиков и сторонников Саакашвили было 50 на 50. Но спустя три месяца его работы сторонников теперь большинство. Три месяца назад решение президента Украины назначить Саакашвили губернатором Одесской области стало неожиданностью. С первых дней его работы было видно, что бывший президент Грузии соскучился по вниманию СМИ. Он не сходит с телеэкранов. То тренируется вместе с новой полицией, то открывает для одесситов пляжи, самовольно отгороженные олигархами. Большинству одесситов нравится, что губернатор регулярно выходит на улицы и откровенно, и эмоционально общается с людьми. Сейчас они дают Саакашвили большой кредит доверия. Хочется сказать, что мы очень рады, что он к нам пришел, потому что какая-то надежда появилась у людей для изменения в лучшую сторону. Однако ломание заборов под прицелом видеокамер отпугнула часть одесситов. Я лично очень плохо отношусь к пиару, к откровенному пиару. Его слишком много. Я считаю, что ломать заборы – это глупо. Критиковали Саакашвили и за то, что он взял в свою команду Марию Гайдар, оппозиционного политика из России, незнакомую с украинскими реалиями. Она не скрывала, каким образом получила свой пост. Мне это предложение сделал Михаил Саакашвили после того, как он изучил мою биографию, после того, как ему порекомендовали меня ряд людей. Вот этот конкурс я таким образом прошла. Первые две недели своей работы Саакашвили сократил аппарат облгосадминистрации на 300 человек. Затем он лично привез из Киева приказ об увольнении начальника порта в Величевске, где процветала контрабанда. Сто дней на должности Саакашвили отметил грандиозным скандалом. Он заявил, что люди из окружения беглого президента Януковича не потеряли своего влияния на власть. Саакашвили прямо обвинил премьера страны Арсения Цинюка в имитации реформ. За последний год деятельности этого правительства, премьер-министра, ущерб, нанесенный госпредприятиями Украине, исчисляется более 100 миллиардов гривен. Эти госпредприятия реально приносят доход. Но они приносят доход олигархам. Бурная деятельность Саакашвили обеспечивает ему популярность среди населения. На официальном сайте президента Украины 1 сентября разместили петицию с требованием назначить главу Одесской области премьер-министром Украины. За неделю под ней подписались более 21 тысячи человек. По мнению бизнесмена Швингера, если Саакашвили удастся навести порядок в Одессе, то тогда ничто не будет говорить против такого повышения. Власти Германии решили выделить в следующем году 6 миллиардов евро на нужды беженцев. Однако спустя несколько часов после принятия этого решения канцлер Ангела Меркель не исключила, что для преодоления нынешнего кризиса с наплывом в Германию беженцев потребуется сумма значительно большая. По ее словам, речь может идти о порядка 10 миллиардах евро. Только до конца нынешнего года в Германии ожидаются около 800 тысяч беженцев. Главный вокзал Мюнхена. Именно сюда из Венгрии и Австрии прибывают поезда с беженцами. За последние дни здесь встретили более 20 тысяч человек. И эта цифра куда больше, чем ожидалось ранее. Составы с мигрантами тем временем продолжают прибывать. А местные власти говорят, что их возможности сокращаются с каждым днем. Нет пока никаких сигналов, что ситуация становится лучше. Я хочу подчеркнуть, что мы делаем все возможное. Но мы сейчас являемся перевалочным пунктом для всей Германии. Выполняем задачу национального масштаба при ограниченных возможностях. Нам нужен еще кто-то, кто будет нести ответственность. Я призываю всех, кто занят этим в федеральном правительстве, не оставлять Мюнхен без помощи. Пока же руководство правящей в Германии большой коалиции разработало широкий комплекс мер. Он призван взять под контроль ситуацию с размещением и содержанием беженцев. Так, Берлин в 2016 году выделит на содержание мигрантов 6 миллиардов евро. Одновременно планируется включить в число так называемых безопасных стран происхождения Косово, Албанию и Черногорию. Дело в том, что с потоком беженцев из Сирии в Германию также стараются переехать жители этих стран. Новое правило позволит быстро отправлять их на родину. Об этом в понедельник говорила во время пресс-конференции и канцлер Германии Ангела Меркель. Те, кому нужна защита, получат ее. А те, у кого нет перспектив остаться, должны уехать из нашей страны. Вот почему мы говорим об устранении этих соблазнов. Несмотря на растущий поток беженцев, Ангела Меркель продолжает настаивать на том, что нельзя проводить политику изоляции. При этом страны ЕС сообща должны решать эту проблему. Конечно, мы можем интегрировать 800 тысяч беженцев в этом году. Но каждый должен понимать, что так дальше продолжаться не может. Нам нужна другая европейская миграционная политика. Германия, Австрия и Швеция не могут одни заниматься этой проблемой. Германия заинтересована в том, чтобы границы оставались открытыми. Но все должны знать, что если только три страны будут принимать основную массу беженцев, дискуссия о границах очень быстро изменится. Так или иначе, говорят наблюдатели, принять беженцев и разместить их – это далеко не самая сложная задача для властей. Куда труднее будет интегрировать сотни тысяч мигрантов из Сирии, Афганистана и других стран в немецкое общество. Пока Европа думает, как решить проблему беженцев, на Ближнем Востоке усиливается натиск на террористические организации, в первую очередь Исламское государство. Ирак в понедельник впервые атаковал позиции ИГ американскими истребителями. Тема продолжим в новостном обзоре. Иракские военные впервые использовали американские истребители F-16 для нанесения ударов по позициям Исламского государства. Министр обороны Ирака заявил о впечатляющих результатах операции. Первые истребители были поставлены в июле. По данным Пентагона, США планируют продолжить сотрудничество с Ираком. Турецкие силовики нанесли воздушные удары по 12 объектам группировки «Рабочая партия Курдистана». Ранее в результате нападения ее сторонников погибли более 30 турецких солдат. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган пообещал принять новую стратегию в борьбе с терроризмом. Китай понизил свой показатель роста ВВП за прошлый год. По данным Национального бюро статистики, объем ВВП в 2014 году оказался на 0,1% меньше предыдущей оценки. Это самый низкий показатель с 1990 года. Тысячи фермеров вышли на акцию протеста в Брюсселе. Они требуют повысить цены на молочную и мясную продукцию. Производители недовольны миллиардными потерями отрасли, в том числе из-за российского эмбарго. В ходе демонстрации не обошлось без столкновений с полицией. Пилоты авиакомпании Люфтганза объявили новую забастовку. 8 сентября будет прекращено обслуживание всех дальних рейсов, а также грузовых перевозок из Германии. Тарифный конфликт между руководством Люфтганза и сотрудниками авиакомпании продолжается полтора года. В небе над Таиландом заметили яркий огненный шар, напоминающий метеорит. Крупный объект пролетел над Бангкоком и перед исчезновением ярко вспыхнул. Речь может идти о космическом мусоре. Впрочем, тайские ученые уже заявили, что это был метеорит и волноваться не стоит. Смотрите ДВ Новости завтра. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова